На днях стало известно, что корпорация Ростех, которая владеет мотовельхинскими заводами, может отдать часть избыточных площадей для транспортных нужд Перми. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на топ-менеджера Ростеха. В конечном итоге речь может пойти об автодороге, которая соединила бы промзону Мотовельхии с вокзалом Пермь-1. Это стало бы альтернативой для перемещения пермяков из центра до площади Восстания и другие микрорайоны города. Член комиссии по землепользованию застройки Перми Денис Галецкий позитивно оценил вариант строительства автодороги. По его мнению, дорогу вдоль Камы можно было бы использовать для маршрутного транспорта. Для общественного транспорта было бы очень хорошо. Там достаточно извилистая дорога, она узкая, и пустить автобусы, то есть сделать автобусную только дорогу, чтобы из центра города до вышки там и так далее очень сократить время в пути. Ну, это недорогой проект и вполне реальный, и он такой вроде как не имеет негативных каких-то аспектов. Однако пока больше вопросов, чем ответов. Например, на каких условиях завод мог бы передать участки городу? К тому же ряд зданий, территории и предприятия признан памятниками архитектуры. А сносить такие строения не так просто и с точки зрения закона, и с точки зрения финансов. Снос – это дорого. Давайте мы реально будем смотреть на бюджет наш, на ситуацию экономическую. Там сейчас пробить трассу, снеся все, это нереально. По словам Дениса Галицкого, любое градостроительное решение должно начинаться с документации. Пока таких документов нет, сложно делать выводы. Однако идея сделать альтернативную дорогу, которая соединила бы два крупнейших района города, давно вынашивается краевыми властями. Теперь, когда и в Ростехе заговорили о передаче неиспользуемых площадей городу, дело может сдвинуться с мертвой точки.